Я вам серьезно говорю, у меня вчера на машину трамвай упал. Вот так ехал и упал, да? Подскользнулся на банане. Да нет, на апельсине. Эта шутка уже разлетелась по интернету, но впервые она прозвучала в КВН. Придумала ее команда Правком. Они и еще 23 команды участвовали в фестивале в честь старта сезона официальной лиги КВН Самара. Мы хотим сегодня просто показать себя, но и от кубка не откажемся. КВН это наша жизнь, наверное, я считаю, да. Мои ребята, они рождены были КВНщиками, и я тоже была рождена КВНщицей, поэтому Самара нас свела. Решил попробовать его, вот у нас тут весне, но меня затянуло, это жизнь. Теперь КВН для нас это часть нашей жизни, никуда без него. За 2020 год в регионе пройдет около 70 игр, в том числе и на кубок губернатора. Движение Самарский КВН не стоит на месте, и в этом году появится новая лига. В этом году мы открываем лигу профессиональных образовательных организаций, это техникумы, училища, колледжи. Они также в прошлом году сыграли фестиваль, в этом году будет первый сезон. Поэтому КВН представлен во всех его гранях и во всех вообще направлениях. С удовольствием можно приходить, смотреть с семьей, с детьми, взрослыми, какими угодно составами. Победителем фестиваля стала команда «Неваляшка». Следующими будут играть школьники. Уже сегодня в Чапаевске определят финалистов юго-западного дивизиона системы юниор-лиг КВН. Сергей Павлов, Дарья Зотова, Андрей Авдеев. Новости губернии. Спасибо за приятное проведенное время. Спасибо.